В Якутии ученые вернулись из похода в гигантскую термокарстовую котловину. Знаменитый провал достигает километров в длину, а его глубина в отдельных местах около 100 метров. Внутри экспедиции нашла останки растений возрастом сотни тысяч лет. А сто льда может быть старше древних льдов Антарктиды. О результатах первой экспедиции узнала Айна Винокурова. Огромный провал затерялся среди тайги и горных хребтов в Заполярной Якутии. Эколог Виталий Миронов – один из свидетелей образования объекта, который в последнее время так заинтересовал научный мир. Первые серьезные изменения местного рельефа специалисты обнаружили в середине 60-х годов. 42 года назад я первый раз это место посетил. Здесь был узкий глубокий овражек. Метров, наверное, 20 глубиной и метров 20 шириной. Батагайка. Разлом носит название одноименной горной речки. А в 7 километрах находится районный центр поселок Батагай. Этот факт и указывает на антропогенную причину возникновения котловины. Во время войны здесь добывали олово. Для нужд шахты были вырублены окрестные леса. Результат – впадина длиною в километр и шириной в 800 метров. Средняя глубина котлована – 60 метров. Мы как раз сейчас находимся где-то на этом уровне. Местами глубина достигает 100 метров. Ощущение, конечно, здесь фантастические. Особенно впечатляет эта панорама с юго-западной стороны Батагайки. Необычны для нас и останки древних животных. В данном случае это кость мамонта. Но, как объяснили нам местные жители, для этих мест это вполне распространенная картина. Первая экспедиция ученых на Батагайке уже дала результаты. Британский профессор Джулиан Мертон обнаружил в норе суслика останки дерева, возраст которого насчитывает сотни тысяч лет. Мы нашли два слоя почвы, где сохранились остатки растительности. И, конечно, было одновременно удивительно и волнительно узнать, что мы можем датировать образцы, найденные в самом нижнем горизонте 200 тысячами лет. А возраст слоев льда в разломе и вовсе может достигать миллиона лет. Это в два раза старше древних льдов Антарктиды. Такую версию высказали ученые Якутского института мерзлотоведения. Специалистам также предстоит изучить скорость таяния линзы Верхоянского провала. Котловина сама по себе нас предпочитает по последствиям, допустим, нарушения экологии, с одной стороны. А с другой стороны, допустим, вот это обнажение дает нам новое знание, допустим, по истории земли. Матагайский разлом сегодня один из самых больших в мире. Его размеры в три-пять раз превышают подобные провалы в Канаде и Сибири. Исследования показывают, такие котлованы могут появиться и в других местностях Верхояне. Каждый год расширение идет с 10 до 15 метров. Как мы сейчас видим, линза льда, когда направляется в южном направлении, она уже уменьшается. Поэтому эта сторона уже постепенно заживается. Батагайку ученые уже назвали одним из главных объектов России и мира для изучения вечной мерзлоты. Начиная с этого года, кроме исследователей, разломом заинтересовались и туристы. В перспективе маршрут к гигантской котловине может стать востребованным туристическим продуктом. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести, Якутия.